Подсолнечниковый листоед Зигограмма экскламатионис Вредитель развивается только на видах рода подсолнечник, как дикорастущих, так и культивируемых. Имеются единичные указания на нахождение вредителя на некоторых видах дикорастущей амброзии, например, на амброзии войлочной. Подсолнечниковый листоед широко распространен на североамериканском континенте, от южной границы Канады до северной части Техаса, Аризоны, Нью-Мексико и на западе до штата Юта. Высокая численность и вредоносность жука проявляется в северной части США в штатах Северная и Южная Дакота, Миннесота, а также на юге Канады в провинции Манитоба. На территории как нашей страны, так и Европы данный вредитель на настоящий момент отсутствует, хотя имеется одно неподтвержденное указание на его нахождение на территории Пакистана. Жуки подсолнечникового листоеда в основном питаются верхними листьями или листьями, обрамляющими соцветия. Вредитель вызывает дефолиацию растения, повреждая листья, характерные повреждения, то есть либо обгрызаются сначала края листа, потом скелетируется вся листовая пластинка. Вредят как личинки, так и взрослые насекомые. Порог вредоносности обычно порядка двух жуков на молодое растение в стадии от двух до шести листьев, либо 10-15 личинок уже в течение всего вегетационного периода. Как раз для проросших только растений подсолнечника этот вредитель наиболее опасен. При дефолиации растения, даже взрослого, на 25-30% уже отмечается экономический ущерб в виде снижения урожайности либо большей подверженности каким-либо инфекциям. Этот жук относится к семейству листоедов, обширному семейству жуков, в котором довольно много различных вредителей культурных растений. Относится к подсемейству резамелины. Довольно характерного внешнего вида. Собственно, его название латинское «Ксломатионис» происходит от очень характерного признака полосы, напоминающей восклицательный знак. Он хорошо отличается от других листоедов схожего облика, которые распространены на территории России, в частности, от такого широко известного вредителя, как колорадский жук, и от другого представителя рода зигограмма, амброзиевого листоеда, который был в свое время интродуцирован в нашу страну с целью борьбы с таким карантинным объектом, как амброзия полуэнерисная. Вот он. Видно, что рисунок нашего карантинного объекта хорошо отличается. У него очень характерная передняя спинка с таким рыжим основанием, красная голова, красные ноги и характерный рисунок на надкрыльях из трех цельных полос и одной, как уже указывалось, полосы, похожей на восклицательный знак. Кроме того, он заметно меньше, чем колорадский жук. Он в длину всего 6-8 мм. Личинка данного вредителя в длину имеет 8-10 мм. Желто-зеленого или зеленого цвета. Это характерного такого горбатого облика. Очень хорошо отличается от всем известных личинок колорадского жука, которые ярко-красные или оранжевые. Но в то же время она очень похожа на личинку амброзиевого листоеда. И идентификация возможна только специальными морфологическими методами, либо при выведении уже имага, насекомого. Предвредитель зимует, как и большинство листоедов, в стадии имага. Весной выходит жук. После непродолжительного периода спаривания самка откладывает яйца на нижнюю поверхность листовой пластинки кормовых растений. Плодовитость самки составляет в среднем порядка 600 яиц. Период яйцекладки достаточно растянут. Занимает, как правило, 1-2 месяца. После завершения яйцекладки самка вскоре погибает. Вышедшие из яиц личинки начинают питаться на листьях растений. Молодые личинки младших возрастов питание проходят, как правило, в вечернее или ночное время. Днем они прячутся. Личинки старших возрастов питаются уже в течение дня, как и сами взрослые жуки. И в это время эти и другие могут быть обнаружены при маршрутных обследованиях. От близких видов подсолнечниковый листойет отличается характером окраски надкрыльей. Крайние латеральные полоски на надкрыльях имеют общее основание с предшествующими, не доходят до середины надкрыльей и заканчиваются точками, находящимися на некотором расстоянии от полосок. То есть рисунок напоминает восклицательный знак. Против подсолнечникового листоеда возможно использование химических препаратов. Известно несколько биологических агентов борьбы, в частности жук-малашка, коровка 13-точечная, обыкновенная златоглазка, клоп-перилюс-биокулатус, жужелицы и другие виды. Применяют и агротехнические методы сдвиг сроков посева на более поздние сроки.